Губернатору региона его представил первый заместитель главнокомандующего Росгвардии Сергей Меликов. Непростой регион, это и приграничный регион, это и порты, курортный регион. В сезон прибывает до 15 миллионов отдыхающих. Это усиливает нагрузку в целом на весь правоохранительный блок. И все вместе выполняем задачу, которую перед нами ставит непростое, как я уже сказал, время. Поэтому очень важно, чтобы и органы прокуратуры, и полиции, и Федеральная служба безопасности, и сегодня Национальная гвардия, на которую сегодня отчасти и народ возлагает особые надежды, в частности, наведение порядка в целом. Я считаю, что сегодня это взаимодействие, в том числе и всего правоохранительного блока с Национальной гвардией даст тот результат, который сегодня так и ожидаем нашим населением, нашего региона. Собственно говоря, сегодня территориальные органы Национальной гвардии больше задач и функций будут выполнять на земле, именно на территории. Это охрана общественного порядка в повседневном режиме, это охрана объектов, это охрана порядка при проведении массовых мероприятий, в том числе многочисленных футбольных матчей. И мы сегодня тоже по-особому относимся к Кубани, абсолютно вас поддерживаю в тех задачах, которые вы определили для края, вот сейчас перечислили. У нас только четыре созданных главных управления из категории руководителей генерал-лейтенант. Это Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область и Кубань. На встрече присутствовал атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда. Обсудили взаимодействие казачества и Национальной гвардии в Краснодарском крае. В ведомстве заявили, что готовы к сотрудничеству. Казачество – это те, которые среди народа, которые должны полицейского на каждую улицу не поставить. А вот казака, по большому счету, там, где он живет, пусть и смотрит, контролирует. Ну почему? Мы не ради парадов казачества сегодня пытаемся сделать таким. И не паркетный нам нужный казаки, и не только что форму носили, а чтобы реально смотрели за жизнью. В своих хуторах, станицах. Потому что это сегодня необходимо. Мы очень хотели бы, чтобы сегодня Национальная гвардия, вашим лицей или управление по Краснодарскому краю максимально активно взаимодействовало с казачеством, с кубанским казачьим войском. Цель выполнения вот этих самых функций, о которых я тоже сказал. Потому что вместе они дополняют друг друга и создают реальную силу, которая сможет поддержать социальную стабильность. Мы понимаем важность края и что сегодня, ну скажем так, нет времени на раскачку. То есть надо было делать все активно, быстро, думчиво и оперативно. Вот, полагаю, уверен, что войска Национальной гвардии в своей задаче справятся. И мы найдем все точки взаимопонимания, отношения выстроим, в том числе с силовыми блоками и другими. Вот, и безусловно, вот с казачеством, как одной из основных сил, которая влияет и на охрану порядка. Вениамин Кондратьев предложил ввести начальника нацгвардии по Краснодарскому краю Сергея Власенко в состав антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.